Продолжение следует... Ну что, коллеги, будем начинать? Давай. Дорогие коллеги, мы рады вас приветствовать на очередном, уж Бог знает каком по счету, Камиск-клубе. Мы очень рады, что мы проводим его в любимом нами Калининграде, в котором нам не так часто удается быть. И рады, что вы здесь сегодня собрались. Значит, у нас программа большая, напряженная, поэтому мы не будем сейчас терять время, будем двигаться. Значит, первое предоставляем слово Екатерине Крамаренко, научно-исследовательский институт, музей при Российской Академии Художеств, освоение реставрационного модуля Камис в научно-исследовательском музее при Российской Академии Художеств. Пожалуйста, Екатерина, перейдите. Запустите, пожалуйста, самую первую, которую переписали, презентацию. Вам удобнее сидя, стоя, как вам? Здравствуйте. Здравствуйте. Я Екатерина, лаборант отдела реставрации, научно-исследовательского музея при Российской Академии Художеств. В прошлом году мы начали осваивать новый реставрационный модуль Камис с переменным успехом, но, в принципе, мы очень довольны. У нас есть главное здание непосредственно в Академии Художеств имени Репина и есть филиалы. И Камис позволяет нам координировать все наши действия между музеем, главным зданием и нашими филиалами. То бишь, хранители могут в любом здании непосредственно смотреть всю информацию, касающуюся музейных предметов. Мы запустили реставрационный модуль. Все начиналось немного иначе, чем сейчас выглядит. Мы в самом начале, у нас не было разделения на реставрационные мастерские. Все паспорта, которые мы делали, заносили в Камис, были под одним логином. Мы решили это разделить на разные мастерские, чтобы у разных реставраторов был свой доступ к своим личным паспортам, чтобы никто не появился и случайно не удалил чужую информацию. Так у нас появились четыре реставрационные мастерские, ДПИ, графики, живописи и скульптуры. Первым делом мы думали, каким же образом нам координировать свою работу и решили, что нам нужно не только создание паспортов реставрационных через Камис, но и вся последовательность действий от запроса на реставрацию до уже окончательного распечатывания паспортов через сам Камис. И в итоге первым действием, которым реставраторы делают для того, чтобы предмет попал на реставрацию, это составляет служебную записку. Служебная записка составляется совместно с хранителем через Камис. Есть разные варианты. Есть на реставрацию, есть возраст реставрации, подача на выставки, готовность музейного предмета. Здесь заполняются все поля, то есть добавляются предметы, заносится актуальная сохранность предмета и предполагаемые реставрационные мероприятия. Служебная записка распечатывается. В таком вот виде и подается непосредственно председателю реставрационного совета. Все записки служебные рассматриваются и составляется повестка на реставрационный совет. Далее у нас проходит сам реставрационный совет и секретарь реставрационного совета также через Камис заполняет протокол реставрационного совета, через который создаются все реставрационные карточки сразу, которые впоследствии реставраторы заполняют. Также через Камис мы делаем все акты о передаче, которые реставраторы также могут посмотреть в созданных реставрационных карточках. И непосредственно сама карточка музейного предмета, реставрационная, куда вносится вся актуальная информация, касающая реставрации. Мы разделили это на несколько разных вкладок. Это самая главная вкладка, где реставратор может перейти в учетно-хроническую карточку, посмотреть актуальную информацию о физических характеристиках или какую-то историческую справку. и фотографии, которые уже непосредственно загружал хранитель. Также мы сделали здесь поля для ввода дополнения атрибуции, чтобы если в процессе реставрации у нас появляется какое-то уточнение атрибуции, мы сюда это заносим и потом непосредственно в совете реставрационном это все обсуждается. В реставрационной карточке, так как мы сделали разделение на разные мастерские, у нас есть возможность организовать описание сохранности музейных предметов непосредственно для разных категорий вещей, то есть для графики, для живописи. У нас есть разделение поля разные для тыльной стороны, для лицевой стороны, надписи, пометы и всякие разные. Далее реставраторы в процессе своей работы заполняют реставрационные мероприятия, куда они вносят все проделанные ими работы, комментируют их, какими материалами они пользовались, какими техниками, методиками. Дальше делается краткий отчет в полях ниже о проделанной работе, то есть как предмет изменился, если произошли какие-то изменения, там, не знаю, новый подрамник или что-то вроде того. И заносится сохранность после реставрации, которые потом отдел учета переносит уже в карточку главного хранителя, чтобы актуализировать сохранность. Также мы сделали справочники реставрационных мероприятий, где реставраторы подобрали себе все мероприятия, которые они производят с предметами, систематизировали их и дали им краткое описание, что позволяет более быстро вводить информацию в карточки, так как всего лишь достаточно выбрать из списка. Также мы добавили исследования, которые могут проводиться как у нас в музее, так и где-то в других музеях, если мы выдаем для исследования, например, в русский музей или еще в какой-нибудь силе, в нашу Академию художеств. Также мы можем туда загружать документ, который мы получаем в электронном виде, в Word или PDF формат. И мы загружаем в карточку реставрационного предмета непосредственно все фотографии, которые проходят в процессе, до реставрации в процессе и после реставрации. Здесь мы можем выбрать, поставить галочку последней фотографии музейного предмета после реставрации, и она будет перенесена автоматически в учетно-хранительскую карточку. Также здесь мы отмечаем те фотографии, которые мы хотели распечатать в паспорте музейного предмета. Также мы подумали о том, что мы хотим сделать все реставрационные паспорта, которые у нас находятся в архиве нашего музея с 1949 года, занести в КАМИС. Для этого мы сделали отдельную вкладку документы, ретроспективы, куда заносятся акты и протоколы музейных предметов, которые проходили реставрацию. У нас в музее решено было сделать два вида паспортов. В данном случае мы видим краткую версию. Это когда музейные предметы проходят предэкспозиционную подготовку, чтобы не тратить много времени на заполнение полного паспорта, так как предметы чаще всего проходят легкую реставрацию. Нами разработана вот такая вот версия краткого паспорта. А полный паспорт, естественно, тот, который предлагается Министерством культуры. Все они выводятся на печать непосредственно из КАМИСа, то есть можно это сделать в любом месте. Если кому-то из хранителей нужно, им достаточно зайти в реставрационную карточку и распечатать этот паспорт. Хранитель может посмотреть все реставрационные паспорта, которые были сделаны на предметы музейные. Также есть окошечки, где есть рекомендации хранения от реставраторов. И краткий перечень мероприятий, произведенных с предметом. Как раз рекламируют модуль реставрации. Мы долго решали, каким способом проводить все эти мероприятия через КАМИС, но в итоге пришли к такому варианту, что реставраторы с хранителем пишут служебную записку непосредственно председатель реставрационного света проходит заседание реставрационного света, составляется протокол. Через него делаются акты о передаче и создаются карточки музейных предметов. Потом реставраторы заполняют эти карточки. И также служебная записка, заседание реставрационного света и музей возвращается к хранителю от реставрированного напития. Спасибо. А вот теперь, коллеги, можно вопросы. Вот, да, теперь можно задавать вопросы. Давайте я тогда... Знаменский Александр, Рыбинский музей-заповедник. А подскажите, пожалуйста, вот не показано было, как выводятся фотографии в реставрационный паспорт? В каком виде, как они там... А потому что обычно мы вот печатаем там на целый лист, да? Да, отдельно фотографии как бы прилагаются к паспорту. Такие фотографии мы, да, печатаем отдельно. Я имею в виду, что вот сами паспорты, вот в полной версии там сверху в уголочек. И в нашей краткой версии мы печатаем тоже в уголочке фотографии до и после реставрации, чтобы непосредственно в своем паспорте вот эти маленькие фотографии можно было посмотреть. А большие? Большие реставраторы делают... Отдельно, то есть не связано с комиссией, да? То есть это участвовать? Понятно. Тверской государственный объединенный музей Муйкина. Скажите, пожалуйста, то есть существует две базы данных. Одна – это общие карточки, да, учета предметов. И вторая база – это реставрационные. Вот вы сказали исследование и все прочее, атрибуции там происходят. Как переносится эта информация? Кто ее у вас переносит? Отдел учета. То есть он после проведения реставрационного совета на итог, когда выходит в общие учетные документы, все это вносит. Вы через ФСК это проводите? Да, да. Добрый день. Николай, музей Царицына. Хотел уточнить. А для чего, ну, собственно, с какой целью служит реставрационная карточка в данной ситуации, если можно напрямую уже заполнять непосредственно реставрационный паспорт и, ну, ко всему прочему, например, текущие единые правила, они не предполагают вообще, в принципе, заполнение реставрационной карточки. Ну, просто для нас это оказалось удобным. Во-первых, люди, которые не очень хорошо владеют компьютером, постоянно заполняя вот эти реставрационные паспорта, мучаются очень долго с табличками, они постоянно съезжают, и огромный плюс, просто я постоянно, ну, так как я лаборант, я проверяю паспорта и потом их уже печатаю и подписываю. И мне за реставраторами приходилось постоянно выправлять эти таблички и перепроверять информацию, а тут все автоматически выводится, все таблички ровные, все, как бы, акты о передаче, номера протоколов, они автоматически туда заносятся, мне приходится это по несколько раз проверять. Ну и к тому же хранители в любой момент могут посмотреть все эти паспорта непосредственно в комиссии, а не бежать в наш архив и искать там вот эти распечатанные паспорта. Это просто все еще не ответило на вопрос, для чего карточка нужна, то есть отдельно от паспорта, как таковой объект, реставрационная карточка. Чтобы не объединить, я очень поняла вопрос, вместо учетно-хранительской, в смысле, карточки. Нет, 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 ну вот производятся работы, да, реставрационные, и заполняется с первого карточка, а потом из этой карточки реставрационной эмигрируют данные, информация, и там в том числе фотографию, выбираете, подгружаете к паспорту. Для чего на этом этапе вообще реставрационная карточка как таковая, если можно условно говоря заполнять ту же форму под реставрационный паспорт. Так это и есть форма под реставрационный паспорт. Ну да, это одно и то же, просто реставрационный паспорт это непосредственно уже документ, который все распечатывают, подписывают. Мы поэтому, чтобы не путаться, называем вот это вот карточкой и реставрационной, потому что комиссия. А паспорт это уже... Мы существовали же раньше еще и такой формат, как реставрационная карточка, поэтому... Давайте посмотрим. Доступа к комиссу музея, но у нас тоже есть предметы, которые идут в сторону, и, в принципе, я потом заношу всю эту информацию в комиссу. Спасибо, да, этим занимаетесь. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина, за четкий, подробный, содержательный рассказ. Мне кажется, очень понятно. Я думаю, всем стало ясно, как с этим работают. Спасибо вам большое. А мы продолжаем тогда. Я передаю слово Елене Кощеевой с докладом «Новые модули». Так, а можно мне презентацию? Дайте мне вот эту штучку. Ну, я вижу себя. Спасибо за внимание. Уже уходить? Так, ой. А вот эту полоску можно убрать? Итак, первый модуль – обмен данными между музеев. Ну, какая проблема? Проблема – лишняя работа. Значит, когда музеи меняются выставками, то как у нас происходит процесс? Выдающий музей сначала из своей АМС передает данные в госкаталог о сделке. Потом из той же музейной системы он печатает акт временной выдачи. После этого он берет этот акт под мышку, едет в принимающий музей, и принимающий музей с этого акта все бьет заново в комисс, чтобы оформить акт приема на временное хранение. То есть, как бы, лишняя работа. Ну, и вторая есть менее такая часто встречающаяся проблема – это организация межмузейных интернет-проектов, где тоже наши данные из разных музеев. И вот о радость мы эту проблему решили. Мы предлагаем такой вариант – обмен данными в электронном виде между музеями во время выставки. При этом принимающий музей, тот, который печатает акт приемы на временное хранение, в нем стоит комисс, должен стоять комисс. А в выдающем музее, который выдает на выставку, может стоять любая автоматизированная музейная система, которая умеет выгружать данные в госкаталог. Потому что при выдаче предметов мы формируем тот же XML, который передается в госкаталог, по тому же абсолютно формату. И, собственно говоря, почему мы сделали эту систему только сейчас? Потому что раньше в формате госкаталога не было сохранности. А это, собственно говоря, та позиция, в которой больше всего букв. А теперь, когда появилась сделка, и когда сохранность мы тоже научились передавать в госкаталог, то, соответственно, все данные, которые нужны для акта плюс сохранность, формируются в XML как будто бы в госкаталог, а в принимающем музее эти данные принимаются. То есть это вот если смотреть на наши привычные экранчики, в акте временной выдачи, вы нажимаете кнопочку «Собрать этот XML для передачи предметов», притом пока что мы передаем только текстовую информацию, не передаем изображение, и мы посмотрим, если будут пожелания трудящихся, если это будет для чего-то нужно, то, в принципе, можно передавать на ту сторону изображение. Ну, понятно, там не в самом как бы таком формате, но пока нам непонятно, нужно, не нужно, пока не сделали, но сделаем. То есть нажали кнопочку, получили файли, куда-то выложили, приехали в музей принимающий, уже не только с этими бумажками, но и как продвинутые люди уже с готовым файлом. Там, соответственно, оформляется акт приема на временное хранение. В нем точно так же нажимается, сначала ставится, откуда вы принимаете данные, из музея с комиссом или из другого музея, на котором, например, гифтс. Вы ставите вот эту кнопочку, к сожалению, у меня нет указки, и нажимаете педальку принять данные, и к вам в вашу базу данных закружаются карточки из того музея, из которого вы принимаете выставки. То есть все, кроме номера ВП, ну вот, то есть вам осталось только пристроить в номер временного хранения. То есть, в общем и целом, как бы все очень просто. Так у нас всегда обмен составался музей-госкаталог, а теперь в формате госкаталога мы придаем данные из одного музея в другой, но именно той порции данных, которые нам нужно передать. Это модуль. При этом, значит, как вы видите, есть у нас как бы приемник, есть передатчик. Вот передатчик, та кнопочка, которая собирает XMA для передачи, она будет автоматически вставлена во все музеи, в которых есть комисс. То есть у всех появится эта кнопочка в акте выдачи на временное хранение. А сам модуль, он будет останавливаться в тех музеях, где нужен приемник, который принимает выставки. И вот это будет модуль, который, соответственно, уже делается по специальному договору. Так, тут, в общем, рассказывать особенно нечего. Все понятно. Если кто-то придумал вопрос, я готова на него ответить. Вопрос никто не придумал. Есть вопросы? Нет вопросов. Пошли дальше. То, что мы сегодня много обсуждали, это госкаталог. Итак, госкаталогу почти 10 лет. То есть представьте себе, что почти 10 лет где-то там, в госкаталоге, формируется ваша база данных о ваших музейных предметах. И она живет своей жизнью. А вы живете своей жизнью. За это время сменилось три версии госкаталога. Был принят новый закон о музейном фонде. Сменилось несколько версий протокола обмена с госкаталогом. В музеях изменился подход подготовки данных для госкаталога. Когда-то говорили так, давайте быстро чего-нибудь насуем, чтобы от нас отстали. А сейчас мы иногда слышим, ну я же здесь отвечаю за каждую запятую. Она должна соответствовать четной документации. Менялись. Дальше. Данные в госкаталога поступали из разных источников. Что имеется в виду? Музей работал, например, в системе АСМузей, передавал данные, потом перешел на комисс. Кто-то вводил данные вручную в госкаталог, потом перешел на комисс. Дальше. Во время приуда за все 10 лет техника давала сбои. Кроме того, во всем этом мероприятии, формировании госкаталога, участвовал, были масса участников. Во-первых, были разработчики госкаталога. Команды менялись. И как мы сегодня услышали от господина Воробьева, они будут меняться еще раз. То есть те предыдущие, которых мы как раз очень любили, они уходят. Дальше в этом принимали участие разработчики комисс, то есть мы. И в формировании госкаталога принимали участие сотрудники музея. И какой главный недостаток у всех? Они люди. А раз они люди, они ошибаются. То есть то, что есть в госкаталоге, то, что есть у нас, нам нужно как-то это сравнить. Дальше я сделаю маленький шаг назад для понятности, что уже есть в комиссии. Это не тот модуль, про который я рассказывала, что уже есть. Что было нами когда-то сделано. Можно на закладке госкаталог, если кто не знает, нажать кнопочку, сравнить данные с данными, поданными в госкаталог. Что в этот момент происходит? Вы находитесь в карточке предмета. И как будто бы формируете тот XML, который вы хотите передать в госкаталог. Но вы его не передаете в госкаталог. Вы, наоборот, идете в документы передачи, ищете последний документ, которым передавались данные об этом предмете, вынимаете тот XML и сравниваете позицию за позицией, с точностью запятой, просто совпадает, не совпадает. И ищете те расхождения по всем полям, которые были в вашей последней передаче. Вы не знаете, что с госкаталогом вы не связываете. Вы только живете внутри комиссии с вашей последней передачей и с тем, что есть сегодня. Вот у вас происходит такое сравнение. На основе этого был нами такой создан модуль, который назывался автоматическое формирование списков на коррекцию в госкаталог. Это когда ночью комисс тихонечко шел по базе, смотрел, где произошли изменения, и создавал список вот этих самых предметов с изменениями. Притом предметом можно было войти и посмотреть, какие изменения на той закладке. Это, кстати, почему было сделано. Потому что когда мы просто сделали этот список без показа, какие именно изменения в карточке, то пошли разговоры. Послушайте, я ничего не менял в этой карточке. Почему она попала в этот список? Ну, вы знаете, ты-то, дорогой, не менял. А вот редактор базы данных, он зашел в справочник авторов и поправил имя отчество. Поэтому изменился автор, и твоя карточка попала в этот список. Это модуль, который уже был. Но опять-таки он работал в комиссии, он был сам по себе. А наша мысль была о том, что хорошо было бы сравниться хоть как-то, сравниться с тем, что там, что там, в госкаталоге. Потому что, в общем-то, 25-й год не за горами. И поэтому сейчас сделан модуль, который в режиме онлайн сравнивает данные вашего музея и госкаталога. И по результатам он сравнивает количественно, и по результатам проверки составляет списки. Что не так? Процедура выполняется в режиме онлайн с помощью доступа к вашему личному кабинету. Из госкаталога скачиваются данные. Не все там изображения. В общем, мы качаем только то, что нам нужно. Скачиваются данные о музейных предметах. После этого происходит количественное сравнение с того, что вы скачали, и того у вас, из чего есть номер госкаталога. Могу вам сказать, что в 90% музеев эта цифра не совпадет. Это проблема получения обратных посылок. Когда вы это посмотрите, вы увидите, что часть обратных посылок вы не получили. И у вас номеров с госкаталога меньше, чем предметов в госкаталоге. К вам не пришел обратно номер. И дальше формируются списки каких-то проблем. Это будет оформлено нами в виде специального документа в задаче «Государственный каталог». Вот сравнение базы данных музея и базы данных госкаталога. Такой документ. Как он выглядит? Выглядит он просто. В нем есть две главных педали. Первое – это взять данные из госкаталога. Вот когда вы нажимаете на эту кнопочку, через ваш личный кабинет, все время онлайн, но, конечно, должны быть включены к интернету, это все понятно. Система идет, она считает, сколько записей числится за вашим музеем, и их скачивает. Мы вообще, честно говоря, очень боялись, что эта процедура идти будет очень долго. Но, как видите, здесь загрузка произошла за одну минуту. То есть это на 60, вот на сколько тут у нас, 82-2 тысячи. Скачали за одну минуту. То есть мы скачали данные. То есть мы получили у себя в своей базе копию зеркала того, что есть в госкаталоге. После этого мы жмем кнопку «Сравнить данные». Мы жмем кнопку «Сравнить данные». Для начала мы считаем, сколько у нас данных с госкаталогом. Пишем, что на самом деле у нас их меньше. Это будет почти у всех. То есть получение обратных посылок – это самая большая боль. И начинаем сравнивать данные. И вот тут такое. Идет сравнение. Мы очень долго думали, как это делать. Идет сравнение по двум ключевым позициям. Мы здесь не сравниваем, как написано название, где там какие запятые. Это пара. Номер по госкаталогу и номер по КП. Вот когда эта пара совпадает, уже хорошо. И там еще, в принципе, есть все остальные поля только для справочного. В принципе, в госкаталоге хранится внутренний код базы данных. Но мы его используем. Потом вам покажу. Только вот как нечто вспомогательное. То есть мы считаем, что есть два святых поля. Номер по госкаталогу и номер по КП. И именно на них идет сравнение. И создаются списки с разными проблемами. Опять-таки, эта система не решает вопрос, кто виноват. Мы не ищем виноватых. Кто был косяк? Ваш, наш, госкаталог. Мы решаем проблемы, что делать. И так мы находим списки разной степени ошибки. Это списки с дублями, номерами по госкаталогу. Когда в одних разных карточках учат один номер по госкаталогу. Предметы, отправленные в госкаталог без номера КП. Это то, что было отправлено в предыдущую реинкарнацию госкаталога. Предметы с номерами КП, отличающимися от госкаталога. Сданные в госкаталог, но не получившие названия, номера по ГК. Дальше идут, как бы это все похоже на горячечный бред. Одни и те же слова, только в разном порядке. Откуда взялись вот эти какие-то разнообразные списки? Я вам скажу так. Несколько лет назад один очень крупный музей, который очень давно сдает заны в госкаталог, то есть прямо вот из госкаталога один, попросил нас провести вручную эту сверху. Мы тогда, я даже не помню, по-моему, с помощью самого госкаталога получили их базу и поручили нашему специалисту по конвертации сравнить две базы. Специалист сравнил, составил списки, отдал музей. Я тут перед тем, как делать эту задачу, в эти списки посмотрела. Я увидела самые неожиданные вещи. Например, в музее есть в музейной базе данных, есть предмет, у которого есть номер по КП, номер по госкаталогу. А в этой самой базе, которая пришла к нам из госкаталога, нет предмета ни с таким номером КП, ни с таким номером по госкаталогу. Значит, есть, наоборот, предметы, которые пришли из номера по госкаталогу, в котором есть номер по госкаталогу и номер КП, а в музейной базе нет ни такого КП, ни номера по госкаталогу. Даже более того, по неким косвенным признакам, но это мое личное оценочное суждение, это был предмет другого музея. Я так сравнила, что там по КП, в этом. В общем, это я не могу сказать точно. К сожалению, в госкаталоге нет возможности искать сквозняком по номеру госкаталога. Мне было очень интересно узнать, где этот предмет вообще живет. Но опять-таки мог быть любой сбой. Поэтому эти списки, которые сейчас кажутся вот таким вот легким бредом, когда вы их получаете, в общем, что-то, наверное, станет понятно. Хотя, если мы начнем это эксплуатировать, мы, наверное, начнем много всяких вариантов. Тут, конечно, самый простой список – это предметы, которые без номера по госкаталогу. То есть не пришла обратная посылка. Здесь, наверное, даже можно будет сделать кнопку, эти номера перенести в базу. А так, ну вот, например, мы показываем предметы, переданные в госкаталог без номера КП. Вот они в базе данных до сих пор без номера КП. Как видите, инвентарные номера, мы высвечиваем госкаталог и база, и название госкаталог и база, чтобы просто как-то ориентироваться. Один и тот же предмет, не один, это как справочные поля. Вот такой вариант. Вот, например, список предметов, которые имеют другие номера КП. И здесь видно, что просто передали в госкаталог, а потом дроби поменяли местами. Дробь один и дробь два поменяли местами. И еще где. То есть это обычная такая процедура. Но в результате у вас эта пара в госкаталоге, она разошлась. Ну и вот этот самый, мы сделали такой тестовый предмет. Вот тот самый вариант, когда мы находим предмет, который из госкаталога пришел, но у нас его вообще нет. И тогда вот я пытаюсь сравнить их, посмотрите, тут написано, возможно, это в базе данных. Тогда я пытаюсь вытащить этот предмет по внутреннему коду из базы данных, чтобы понять все-таки, что это такое. То есть это вот такая, вот само по себе, как бы технологически это сделать музеем, сотрудникам будет несложно. Нажал на кнопку, и все списки появились. Дальше это все надо анализировать. Но мне кажется, что как бы вот этих вот расхождений, их будет достаточно много. Ну, во-первых, обратных посылок. Во-вторых, там какие-то вещи везет очень легко. Ну, взял, передал, там, где номера КП поменялись. Ну, в общем, вот мы предлагаем в преддверии, как бы, 25-го года посмотреть, что у нас получается с госкаталогом. Модуль можно получить, соответственно, по отдельному договору. Есть ли вопросы? Да, Надюш. Спасибо. Лена, а не является ли это лукавством, когда не надо приобретать модуль, чтобы выгрузить в другой музей списки, которые мы передаем. Но тот музей, который получает эти списки, он должен купить этот модуль. Или я неправильно понимаю? Про какой? Про первый модуль мы говорим? Про первый, да. Про первый, извини. А потому что, значит, в принципе, ведь мы как рассуждали, что, вот, предположим, музей покупает модуль получения, да, вот, получения списков и говорит, слушайте, вот вы мне везете выставку, дайте мне ваш XML. Они говорят, а как мы вам дадим? У нас нет кнопки. Поэтому тот, кнопку мы даем всем бесплатно, потому что, чтобы тот, кто... А потом могу сказать, что это чисто по работе. Вот сделать кнопку, которая выгружается, она делается просто... Ну, это делается автоматически. А кнопка, которая подгружает, у нас все-таки разные формы документов разных музеев. То есть в любом случае надо покупать этот модуль. Нет, я добавлю, что дело в том, что работа по действительно внедрению вот этого модуля в музей, она делается легко сопровождающим в рамках сопровождения и не требует особых трудозатрат. А вот сделать приемник, у каждого все-таки немножко разная структура базы, структура фондов. Поэтому это дополнительная работа, которую надо выполнить для того, чтобы настроить этот приемник. То есть там не все делается автоматически, часть работы по настройке выполняется вручную. Если бы все делалось автоматически, то мы бы делали бесплатно и то, и другое. А так эти доп. затраты как-то надо компенсировать. Но мы полагаем, что мы все-таки будем небольшую цену за это назначать. Кроме того, у нас есть гипотеза, что это нужно все-таки средним и большим музеям. То есть небольшим как раз музеям не нужно. Не так часто они принимают у себя выставки. Поэтому мы пока вообще не понимаем, насколько это востребовано, потому что разговоров об этом было много. А насколько это нужно в реальной жизни, это вот нам хотелось бы тоже понять. Тем более, что господин Воробьев вчера сказал, что скоро мы перейдем полностью на электронные документы оборота. А вообще бумажки будут не нужны. Поэтому мы подождем светло послезавтра. Не, почему? Он говорил про подписи, а то, что даже черновики будут готовиться в госкаталоге. А для нас еще важно, что цена модуля в значительной мере определяется в тиражности. Мы затратили определенные средства на то, чтобы его изготовить. Нам нужно как-то их отбить, как-то их окупить. Если спрос будет большой, цена сразу снижается, потому что нам нет смысла брать много. Мы тут же лучше больше их вам предоставим. Давайте один вопрос, и мы, наверное, пойдем дальше. Постараемся в конце сэкономить еще время на доп. вопрос. Так, тогда такой вопрос. Получается, мне сейчас нужно будет подождать, когда у вас будет много предложений. То есть вот такая логика. Можно ждать. Тот, кому нужно, он присылает заявку. На самом деле, все начинается с того, что мы хотели бы получить от вас заявки. Мы даже цифры-то вам не называем. Может, это окажется для вас смешная цифра. Мы должны от вас получить заявки. Когда у нас накопится определенное количество заявок, мы сможем уже более отчетливо сказать, да, это будет стоить столько-то и столько-то. Но это действительно, как вы понимаете, если вы идете в магазин и покупаете новинку, вы платите одни деньги. А если вы приходите через три года и покупаете то, что уже вышло из моды, ну, вы платите другие деньги. В общем, в этом тоже есть примерно такой же подход. Тогда, извините, можно вас попросить сделать рассылку по всем музеям, чтобы они оперативнее работали? Потому что вот из Самары у нас сегодня тут вот двое. Хорошо. Это предложение принимается. Рассылку с предложением о том, что вот есть такие модули, их можно приобрести. Если ее еще не сделали, то ее в ближайшее время сделаем. Это тоже у нас в планах. Окей? Мы напишем даже, что присылали заявки. Хорошо. Давайте мы все-таки двинемся дальше. Я передаю слово Екатерине Бобровой с докладом «Комисс-коммуникатор. Не только общение, но и средства извещения о сроках событий». Так, пожалуйста, запустите номер три презентацию. Всем добрый день. Спасибо. На самом деле у меня разговор не о новинке какой-то, а о том модуле, который уже используется в музеях. В принципе, наверное, у нас такое время, что разговаривать, что такое коммуникатор и зачем он нужен, довольно странно. Потому что я думаю, что все в наш век пользуются какими-то чатами, коммуникаторами, и что это такое, себе прекрасно представляют. Так вот, как выглядят наши коммуникаторы, как он в комиссии работает? Во-первых, это некая внутренняя структура, то есть вам не нужно ставить какое-то дополнительное ПО. Вам не нужно просить кого-то, от кого-то какие-то контактные данные, телефон, почту, и спрашивать, ах, это вот Мария Ивановна из такого-то отдела, как бы мне с ней обсудить какой-то мне нужен вопрос. Потому что все пользователи комиссы, все подключаются автоматически, и вы можете любому человеку в базе написать и пообщаться напрямую, через как раз модуль коммуникатор. И также мы научили коммуникатор слать системные сообщения, которые работают как напоминалка, когда к вам приходит сообщение о том, что пора готовить какой-то акт, пора готовить сдавать предметы в госкаталог. То есть как это выглядит, сейчас я вам покажу. Я наснимала побольше скриншотов, надеюсь, что более-менее это будет читабельно. То есть в принципе вот такое окно, все очень просто, слева ваши контакты, и вы разговариваете, пишете, общаетесь с кем угодно. И сам значок коммуникатора, это вот такая правая часть, вы всегда ее увидите у тех, у кого коммуникатор есть, он здесь. Что можно? Можно писать персональные сообщения, пожалуйста, любые, кому угодно. Можно сразу видеть, кто у нас зашел в комиссию, кто есть сети, кого нет сети. И значки подчеркиваются, видно, что человек оффлайн или онлайн. Также очень удобная отметка о том, что ваше сообщение было прочитано. То есть вам никто не скажет, что я не видел твое письмо, я убежал вчера и поэтому ничего не заметил. Сразу здесь появляются две галочки, что сообщение доставлено, сообщение прочитано. Можно пересылать друг другу файлики, любые документы, картинки, PDF-файлы, пожалуйста. То есть тут тоже все довольно просто. Вы видите скрепочку, по ней кликаете и выбираете из проводника тот файл, который вы хотите переслать. И человек видит, что ему прилетел документ и скачивает его к себе на компьютер. Что еще очень удобно, что через санкционирование доступа вы можете объединять людей по близким вам интересам. То есть не думать, что я кому-то из отдела учета забыла сказать, что завтра такие-то документы должны быть готовы, что сегодня кто-то у кого-то отгул, и поэтому кто-то эту информацию не получит. Нет, создали группу, всех добавили, кого нужно, и всем напрямую пишите то, что вам нужно, вся группа сообщения получает. И такая переписка тоже уже существует. Вот я как бы покрупнее добавлю. У кого есть учет, у того учет, кто занимается атрибуцией, или делит в залы и так далее, и так далее, и так далее. Тут все как бы логично, мне кажется, пояснять особо нет смысла. Работает вот таким вот образом. Что еще тоже очень пользователям нравится, и нам кажется, что это довольно удобно, то, что ваши любимые корреспонденты, вы всегда можете их двигать вверх списка. То есть вам не нужно среди большого списка по алфавиту искать того пользователя, который вам нужен. С кем хотите говорить часто и с кем любите говорить, всех пододвинули наверх, всех сразу видно, всем можно отправить быстро сообщение. Как, собственно, узнать, что вам писали? Сразу при входе в комисс, как только вы залогинились, пожалуйста, вам будет сообщение, что у вас, вам кто-то писал, у вас есть сообщение непрочитанное. Вы можете как сразу пройти, почитать. Если вам сейчас не до того, и вы там заняты, и куда-то торопитесь, можно не идти к мессенджеру сразу, можно потом почитать все, что вам написали. И отметка о том, что вы забыли что-то прочитать, у вас также есть. И вот это сообщение о мессенджере, видите, оно будет вам мигать красным цветом, будет вас звать, что вам кто-то, кто-то что-то написал вам, или вы кто-то что-то, где-то что-то забыли прочитать. И о том, что происходит, когда вам пишет не пользователь, а вам пишет, собственно, сам комисс, да, сама база данных. То есть мы научили комисс работать как напоминалку, да, вот наш вот этот модуль-коммуникатор, он шлет системные сообщения, как это, как это работает. Через дополнительные поля в актах, где вы можете отметить, что вот эта выставка, она у меня там через 9 месяцев закроется, мне надо не забыть, чтобы, потому что приедут люди, да, предметы им отдать. Я хочу, чтобы мне система напомнила, что я должна готовить акты, готовить акты возврата, чтобы все у меня было заполнено. То есть решается довольно просто. Мы добавляем три поля, да, и говорим, дата возврата предмета такая-то, мы ее заполняем, пожалуйста, комисс, напомни мне, чтобы я не забыла. Точно таким же образом работает напоминалка про госкаталог. То есть про акты пишут вот здесь, тоже вам система сообщает. И тоже так же работает напоминалка про госкаталог, но там ничего специально отмечать не надо, потому что система сама отсчитывает. Акт ПХ оформлен тогда-то, система отсчитывает 60 дней и говорит, так, не пропустите, у вас осталось столько-то дней, столько-то дней, столько-то дней. Не забудьте сдать предметы в госкаталог, потому что время пришло. И что мы еще сделали, поскольку, прямо скажем, нам понравилось использовать коммуникатор таким образом, и это казалось довольно удобно, вот такого рода сообщения еще приходят в коммуникатор. Это звучит несколько угрожающе, но это как раз некий анонс того доклада, который будет за мной. Мой коллега, моя Наталья Калинина, будет рассказывать вам про ИРФИТ-метки. Вот такие сообщения коммуникатор шлет при использовании этого модуля. Так-то я думаю, что все довольно просто. Если есть вопросы, пожалуйста. Татьяна Чуклина, Русский музей. У меня такой вопрос. Вы планируете какую-то модернизацию коммуникатора? Потому что мы приобрели его в 2020 году, как раз первый день пандемии. Оказался он очень кстати. И в процессе эксплуатации у нас возникло несколько предложений по усовершенствованию. Мы их и написали. Ну, ожидали, что это там в течение года-двух сделают. Но вот пока уже новые предложения появились. Я отвечаю. Значит, это были предложения по развитию. Действительно, ты совершенно правильно их сформулировала. Проблема в том, что действительно в настоящий момент этот модуль, который нам казалось будет пользоваться большим спросом, его взяли всего несколько музеев. И мы не понимаем, нужно ли его развивать дальше или нет, если всего три музея им пользуются. Поэтому мы вот еще и поэтому мы стали применять и сами его в новых приложениях. И рассказываем вам сегодня снова об этом. И в рассылку тоже еще раз после этого включим со ссылкой на эту видеозапись. Потому что если спрос есть, мы переключаемся на это направление. Если нет, пока у нас все разработчики заняты более актуальными направлениями. Просто мы не такая большая компания, и нам нужно расставлять приоритет. Ну, прямо скажу, сейчас для нас, конечно, приоритет номер один – это импортозамещение. Вот то, чем мы активно занимаемся, чтобы новая версия комиссии была завершена. Ну и всякие вот у нас идут еще другие проекты. Поэтому вот вопрос приоритетов. Если спрос пойдет, мы, естественно, будем продолжать и будем более активно развивать это, как нам кажется, очень неплохо получившееся изделие. Спасибо большое. Ну, от себя хочу сказать, что это действительно очень удобная штука. Я, как администратор, больше пользуюсь им, чем телефоном. То есть дозвониться иногда сложно. А так я написала, я знаю, я там сразу вижу, человек прочитал или не прочитал. Мне точно так же иногда пишут, звонят, что-то долго говорят, диктуют. Я говорю, напишите мне в коммуникаторе, там какой-то справочник поправить, какой-то что-то еще сделать. Мне пишут, я выполняю, тут же отчитываю, сделала, спасибо. Без лишних телефонных звонков и нервотрепки. Спасибо большое. Ну и у вас получается, что у вас есть единая база контактов, работающая в комиссии. То есть если так, кто в WhatsApp, кто в Telegram, кто где, а тут это база единая. Ну, как бы отрицательная сторона этого дела, да, по мере использования. Не видно, да, вот это пришедшее сообщение, да. Ну, замигал там где-то красненьким вверху, там, маленькая точечка, да. Потому что вот из чата, который используется в музее, да, он всплывает сразу же на весь экран, что тебе пришло сообщение. Честно говоря, мы не всегда видно, иногда к концу дня так увидишь, что тебе пришло сообщение. Мы дебатировали этот момент, может быть, его следует вынести в настройку. Мы считали, что выскакивающее окошко отрывает от работы и сбивает человека. Тем более, когда он набирает что-то, и вдруг у него оно всплыло, и тут же в этом окне он уже продолжает. То есть вот, когда мы разрабатывали от этой идеи вывешивать всплывающее окошко, мы отказались и решили делать это только при входе в систему. Ну, были еще мысли по поводу звукового сигнала. Тут надо, правда, давать браузер, разрешение на это, чтобы в окне комиссия. В принципе, может быть, стоит рассмотреть вариант некого звукового попискивания. Может быть, это менее все-таки мешает. Но это вот вопрос, который тоже на некое обсуждение, насколько это нужно, насколько это полезно. Хорошая штука. Хорошо. Двинемся дальше. Тогда у нас далекий гость Наталья Калинина из Санкт-Петербурга расскажет о нашем новом, только что завершенном проекте, который мы с ней вели. Этот проект называется «Мониторинг местонахождения музейных предметов с помощью RFID-меток». Наташа, тебе слово. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышно меня, да? А, очень хорошо слышно. Да, скажите что-нибудь. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Я сразу скажу, что этот проект мы реализовывали в объединении Гузнак. То есть это такой музей, в то же время не музей. Когда мы первый раз пришли на Гузнак и называли их музеем, они нас строго поправили. Это не музей, это спецфонд. Ну, с тех пор мы сделали в объединении Гузнак, по-моему, пять или шесть музейных образований. Но вот то первое, с которого мы начинали, да, среди них есть в Санкт-Петербурге уже музейный, фактически, выставочный центр. Но первое, которое находится в Москве исторически, где всегда Гузнак и был, оно так и называется – спецфонд. И там самое большое хранение, и там хранят самые ценные предметы. Ну, Наташа, давай. Да, спасибо большое, Юрий Маркович, за представление. Мой доклад, да, называется «Мониторинг местонахождения музейных предметов с помощью RFID-меток». И в сегодняшнем докладе я расскажу вам про модуль, который был создан совсем недавно в нашей компании Комисс, который называется «Мониторинг местонахождения особо ценных предметов». Ну, как вообще возникла у нас такая идея создать подобный модуль? Собственно говоря, это был запрос от нашего давнего партнера, давнего пользователя Комисс, акционерное общество Гузнак. Хранители спецфонда поинтересовались, а нельзя ли сделать в Комисс такую систему, чтобы она могла автоматически контролировать перемещение предметов. То есть, такое некое подспорье хранителям при контроле перемещения движений и каких-то действий с особо ценными музейными предметами. Да, мы на эту тему задумались и занялись созданием системы автоматического помещения хранителей о перемещении предметов фасонной ценности. Что обязательно нужно было сделано в рамках этого модуля? Прежде всего, это, конечно, понятно, должно быть сконструировано, создано специальное оборудование. Ну и, безусловно, произведена некая настройка в Комисс модуля «Мониторинг». Собственно говоря, что из себя представляет этот модуль? Мы имеем какое-то специальное оборудование, созданное специально для этого модуля. Некий шкаф или некий сейф или какой-то ящик, в котором помещаются предметы, определенным образом промаркированные. И вот этот вот шкаф, сейф, ящик сам отправляет сигналы в Комисс. Комисс эти сигналы принимает и модулирует. И при необходимости эти сигналы отправляют пользователю. Ну, вот в виде сообщений. Как сегодня рассказывала Екатерина уже. Из чего этот модуль состоит? Ну, конечно же, да, все предметы должны быть правильным образом промаркированы. И в Комисс уже действует несколько лет модуль маркировка музейных предметов. Безусловно, мы его используем в нашем новом модуле. Ну, кроме того, пользователю должны приходить оповещения о передвижениях. И для этого мы используем модуль Комисс Коммуникатор. Кроме того, в рамках нового модуля настраиваются дополнительные справочники, которые необходимы для хранения, обработки и оповещения пользователя. Для хранения информации и оповещения пользователя. Ну, и, безусловно, была необходима разработка нового ПО. Чем мы, собственно говоря, и занялись. Поскольку маркировка предметов имеет очень важное значение при работе этого модуля, хочу сейчас немного на нее отвлечься. Кто-то, возможно, уже с этим модулем знаком. В нескольких музеях модуль уже работает. Вот, собственно говоря, первым у нас был ГОЗНАК. И, насколько я знаю, они очень активно этот модуль используют в разных видах и вариациях. При добавлении модуля в систему появляется задача маркировка предметов, в рамках которой мы можем составлять различные списки и документы. Ну, естественно, первый список, который нам необходимо сделать, это список для создания вот этих уникальных меток. То есть для каждого предмета, заведенного в КАМИС, система создает свою уникальную метку, которую в дальнейшем можно вывести на печать в том или ином виде. Список создается обычным способом для КАМИС. КАМИС – это на первой закладке документы, содержательная часть и функциональные кнопки. И на вторую закладку мы приписываем предметы, на которые создаем метки. Метки могут быть двух видов. Это QR-коды и RFID-метки. Музей может выбирать, либо он приобретает только QR-коды, либо же приобретает к QR-кодам еще и RFID-метки. Но при создании этого списка, при формировании меток в карточке предмета появляется информация о том, что на данный предмет были созданы метки, те или иные. И вот в карточке предмета на закладке «Маркировка» мы можем увидеть, какие коды существуют, когда они были созданы для QR-кода. Есть, собственно говоря, ссылка на сам файл. То есть прямо из этой закладки мы можем открыть QR-код, выгрузить его как обычное изображение. Кроме того, на этой закладке мы видим списки, сделанные в рамках модуля, и произведем на операции с QR-кодом. Что касается разницы между метками QR-код и RFID-метка. Давайте начнем с простого QR-код. Это графический код. Он выгружается из комисс, может быть, выгружен из комисс в формате Word. То есть как обычная печатная форма вы выгружаете QR-код. Далее, возможно, это печать этого QR-кода на обычном принтере или на специализированном принтере с лентой. То есть вы можете его напечатать либо просто на бумаге, либо на конверте. Можно распечатать QR-код на специальной ленте липкой, для того, чтобы потом вот эти метки прикрепить к предмету, либо к конверту, в котором предмет хранится. Но для этого нужен уже специальный принтер для печати. Идентификация предметов по QR-кодам происходит с помощью спартфона. Но на спартфон должно быть установлено специальное приложение Комисс, которое достаточно простое, просто устанавливается. При чтении QR-кодов необходима идентификация поштучная. То есть мы должны поднести смартфон к каждому QR-коду, прощелкать каждый предмет и таким образом получить информацию на экран смартфона о предмете. Либо, если нам необходимо создать список, прощелкиваем все предметы и получаем список. Установка вот такой метки в виде QR-кода возможна на любом предмете любого вида материала. Далее, что собой представляют RFID-метки? При формировании RFID-метки данные записываются на чип и считываются путем радиочастотной идентификации. То есть в отличие от QR-кода, мы посмотреть на формирование RFID-метки на экране своего монитора в Комисс не сможем. Когда мы нажимаем кнопку «Сгенерировать RFID-код», мы отправляем уже команду на специальный принтер. То есть для печати RFID-метки необходим специальный принтер. Идентификация вот таких меток, RFID-меток, возможно только с помощью специального считывателя, ридера. На этот ридер мы устанавливаем смартфон для того, чтобы получать информацию о том, что происходит на экране смартфона. Ну и на смартфоне, естественно, тоже должно быть установлено приложение Комисс. Чем более удобна маркировка RFID-ами, возможно считывание предметов, сразу множество предметов. То есть мы можем подойти к витрине, мы можем подойти к шкафу, мы можем подойти к коробке с нашим считывателем, нажать кнопку и получить всю информацию о предметах на смартфон, увидеть ее на смартфоне. Радиус действия считывателя регулируется. Бывают считыватели, у которых можно установить до 300 метров. Ну это такая максимальная, конечно, в реальной жизни такое нам не понадобится. И для работы нашего модуля по автоматическому контролю за передвижением нам, конечно, подходят именно RFID-метки. Должны быть установлены на предметах RFID-метки. Но тут мы столкнулись с небольшой неприятностью. Дело в том, что RFID-метки не могут быть установлены на предметах на металлической основе. Ну а понятно, что особо ценные предметы – это драгметаллы, как правило. Ну, выходом для нас было это приобретение для каждого предмета своего футляра пластикового. В зависимости от предметов, да, вот Госзнак заказывал футляры одинаковые для хранения, и уже на этот футляр крепится RFID-метка, и она уже может считываться. Далее. Для того, чтобы модуль продолжил работать, нам было необходимо создать специальное оборудование, да, сконструировать его, разработать и произвести. Именно под этот модуль для чтения RFID-меток. Вот такого вида шкафы. Это действительно реальный шкаф, который установлен. Он состоит из нескольких секциях. В каждой секции по несколько полок, и на каждой полке установлена антенна. И предмет с RFID-меткой, лежащей на этой полке, передает информацию на эту антенну. Далее антенна передает информацию на шкаф, который, передает информацию на компьютер, который установлен в шкафу. То есть этот шкаф сразу же оборудован компьютером. А уже этот компьютер, сгенерировав и собрав всю эту информацию, передает на сервер Комисс. Далее сервер Комисс информацию обрабатывает и тем или иным образом, да, предоставляет ее пользователю. Таким образом, в нашем новом модуле считыватели не нужны совсем. То есть руками тут делать ничего не надо. Шкаф сам нам все отправит на компьютер. Не нужен ни смартфон, ни считыватель. При установке модуля в Комисс появляются новые справочники. Как я вам уже говорила, для того, чтобы информация, полученная из шкафа, была сохранена, обработана и представлена пользователю, в Комисс появляются дополнительные справочники. Но они в основном технические и настраиваются при настройке модуля. Единственное, что необходимо будет заполнить пользователю, это топографию спецхранения. Ну вот в данном случае в Гузнаке она называется AirFit Safe топография. Ну, собственно говоря, вот этот справочник, он точно так же выглядит, как справочник обычной топографии фондовой, к которой мы уже все привыкли. Пользователю необходимо этот справочник заполнить, расписать место хранения, где какой шкаф, что в нем есть, сторона, секция, полка и так далее. И в карточке предмета обязательно эту топографию указать в отдельном поле. Топография фондовая, естественно, в этом случае у нас останется пустой, потому что предмет может храниться только в одном месте. И в нашем случае это специальный шкаф. После того, как мы распечатали, сформировали метку, прикрепили ее к предмету и прописали место спецхранения в карточке предмета, мы можем свой предмет поместить в шкаф на его место, на его полку. И с этого момента в систему начинают поступать информационные сообщения из шкафа. Эту информацию мы можем видеть в карточке предмета на закладке маркировка. Есть специальное поле, где отображаются все действия и передвижения, произведенные с предметом. В КАМИС настроен справочник этих действий. Сейчас он настроен вот таким образом. Перечисляются действия, возможные вообще с предметом, помещение, помещение несанкционированное, вынос, вынос несанкционированный, возврат, возврат несанкционированный и так далее. Естественно, этот перечень может расширяться в зависимости от жизненных ситуаций. На примере мы можем посмотреть. Первое сообщение о несанкционированном размещении в шкаф. Это означает, что мы взяли наш предмет, внесли его на полку номер один, в шкаф номер один на левой стороне, но забыли указать топографию. То есть метка есть на предмете, а топография в карточке предмета не указана. Нам система сразу сообщает, этот предмет там лежать не должен. Нет у него такой топографии. Если мы опомнились и топографию внесли, сразу нам система пишет, что предмет помещен на хранение в спецшкаф. Такое сообщение приходит только один раз, когда мы предмет действительно помещаем. Дальше уже начинается обычная жизнь предмета. Если предмет переносится на другое место, нам система об этом сообщит. Если мы взяли, вытащили предмет несанкционированно, то есть в нашем случае без акта вытащи, нам также система сообщает, что произошел несанкционированный вынос предмета с места хранения. Если мы акт сделаем, система нам сообщит, что акт сделан, сделан акт выдачи. Но при этом с предметом никаких действий может еще пока не совершаться. Но после сделанного акта выдачи мы предмет достаем, и нам приходит оповещение о выдаче во временное хранение. Точно так же с возвратом. Если мы делаем акт возврата, система сообщает, что он сделан. Мы возвращаем предмет, и система пишет о том, что предмет возвращен в постоянное место хранения. Если же мы его вернули без акта возврата, система нам сообщит о том, что предмет возвращен в постоянное место хранения и не санкционировано. Вот таким образом пользователь уже будет получать информацию о том, что происходит с предметом. Ну и помимо информации, которая будет храниться в карточке предмета, о всей истории перемещения предмета, оборудованного кодом, пользователю, уполномоченному пользователю, конечно, не всем, будет поступать сообщение о перемещениях предметов. Ну, конечно, о несанкционированных перемещениях, иначе просто забросает, может закидать этими сообщениями несчастного пользователя комисс. Если вдруг предмет попадет на место хранения, не включенный в топографию, или будет вынесен из шкафа без документа, или будет выдан по документу, но положен на место без акта возврата, именно все вот эти несанкционированные действия нам система сообщит вот в виде таких сообщений в нашем комисс-коммуникаторе, в нашем мессенджере. Ну, вот эта система была совсем недавно установлена, буквально в мае прошли последние тестовые испытания на госзнаке. Сейчас система начнет свою работу, ну и мы надеемся, что это действительно будет эффективно и поможет сотрудникам контролировать перемещение и сохранность своих предметов. Естественно, мы рассчитываем на развитие этого модуля, поскольку вот даже сейчас в процессе тестирования появлялись какие-то пожелания, вопросы и так далее. Ну, и еще хочу отметить, что вот подобный вариант был установлен недавно в музее первого президента республики Узбекистан. Там для контроля используются IRFIT-ворота, то есть на предметы ставятся те же самые IRFIT-метки, но контролируются при выходе IRFIT-воротами, да, при выносе предметов с метками. То есть, возможно, еще и такие варианты использования этих модулей. Ну вот, в общем, все, что я хотела вам рассказать. Если есть какие-то вопросы, то буду рада на них ответить вместе с Юрием Марковичем. Спасибо, Наташа. У кого есть вопрос, один, наверное, можно позволить, потому что мы уже... Времени у нас не так много. Осталось, если есть вопрос, давайте один и двинемся дальше. Если у предмета не заполнена топография и перемещена на полку, да, с IRFIT-меткой, возможно ли автоматически заполнить топографию? То есть не потом вручную вносить, а... Нет, ну, смотрите, есть определенная степень контроля, которую выполняет человек. Поэтому вот это оповещение о том, что предмет туда помещен, а в топографии не занесен, это некий сигнал, что человек не расписал для него местонахождение. Если ставить задачу так, что мы хотим выкладывать предметы на полку, и чтобы полка сигнализировала, теоретически можно, но, к сожалению, точность оборудования такова, что она определяет положение с точностью до закрытого отсека. Это пол шкафа. Она не может определить, на какой полке. Слишком перекрываются сигналы, поэтому такой точности он не содержит пока. Ну, Юрий Маркович, есть еще уже новая информация. Что? Получились? Да, да, да. Прогресс идет вперед. Все меняется очень быстро. Уже пытаются отделить полку отдельно. Ну, значит, тогда это будет возможно. Если такая задача перед нами будет поставлена, никаких нет проблем. Мы как раз думали, как отличить факт первого вноса. Мы можем при первом вносе ставить топографию, считая, что это сделано правильно. Окей, я просто уже вынужден прекратить сейчас эту дискуссию. Передаю слово. Запустите, пожалуйста, следующую презентацию. Это у нас она числится под номером 5. И Катя еще раз выступит уже с другой темой. Тема, наверное, которая особо сейчас опять. Не слышно? Прием, прием. Лучше? Раз, два, три. Так слышно? Отлично. На самом деле, хочу рассказать про модуль мобильная сверка, который сейчас, наверное, особо опять стал актуальным, поскольку главная, наверное, цель этого модуля, как мы считаем, это перестать распечатывать огромные списки сверочные, когда перед вами стоит задача сверить экспозицию или сверить фонд, в котором 5 тысяч предметов, и вы эти списки выводите на бумажки, и дальше вы пошли проставлять отметки. То есть в чем, собственно, суть? Попробую быстро рассказать, чтобы особо время на это не тратить. То есть модуль работает, на самом деле, как бы двойная у него цель. С одной стороны, вы можете действительно через модуль делать проверку сверки с учетной документацией, то есть что у меня написано в базе данных, что у меня в предмет, и что у меня об этом предмете внесено в книге регистрации. Другая его задача – это фактическая проверка наличия предмета, где у меня есть предмет и каков он. Это, соответственно, сверка в хранилище, это проверка наличия в экспозиции, это если у вас идет плановая какая-то выдача на выставку, или вы с реставратором идете, также осматриваете, какова сохранность, или у нас есть случаи, когда, например, сотрудник музея, который сопровождал выставку, он, собственно, эту выгрузку берет с собой, едет в другой город, запускает, и проверяет, что все пришло, и сохранность тоже так же. То есть не с каким-то списком из отдела учета едет, а едет с вот такой вот уже мобильной версией. И как это работает? То есть вы готовите, вам нужно учетное место свое, чтобы вы в комиссии все-таки подготовили и решили, и выбрали тот список, и сформировали его, который вы, собственно, хотите проверять. Фонд или вы проверяете, или вы выставку проверяете, все равно. И вам нужен планшет или мобильный телефон, куда у вас пойдет выгрузка этого списка. То есть, в принципе, этот планшет должен быть подключен к Wi-Fi вашего музея, потому что выгрузка пойдет. Поскольку пойдет выгрузка изображений, лучше использовать Wi-Fi. Вы должны всю эту информацию в планшет получить. Планшет подключается к Wi-Fi, и на планшет ставится специальное защищенное мобильное приложение, которое должно там быть, и в него, собственно, происходит загрузка этого списка. Все. То есть, как только у вас планшет сети скачал список, вы можете дальше уже, вам не нужен Wi-Fi, вам не нужен ни мобильный интернет, ни ничего прочего. У вас все с собой, вы дальше уже можете с этим работать. Можно работать с большими списками, можно выгружать хоть 15-20 тысяч, пожалуйста. Можно работать с маленькими, есть разные принципы работы. Кому-то удобнее обрабатывать маленькие кусочки данных, кому-то большие. И что еще удобно, то можно также в процессе сверки дополнять сразу вашу базу данных какими-то изображениями. Если вы видите, что у вас, например, в комиссии нет какого-то ракурса или какого-то фрагмента, или вы заметили, что у вас изменилась сохранность, и вы хотите как-то эту сохранность отметить, сразу вы в планшете тоже так же можете сфотографировать этот предмет. Как это выглядит? То есть обыкновенный учетный документ, всем вам хорошо известный, и здесь все заполняется и проставляется. На закладочке предметы, как обыкновенным способом, запросом или как вы умеете, вы добавляете те предметы, которые вам нужны для работы. Предметы добавляются, и в этом же приложении вы можете дополнительно к этому списку выкачать из базы данных, если они у вас туда загружены, сканы книг КП или сканы инвентарных книг. Чтобы, если у вас вдруг высококачественное, скан закачан на высококачественном разрешении, этот размер файла можно ограничить, чтобы он был как бы поменьше, чтобы ваш планшет все влезло, потому что для маленького экрана не нужны высококачественные изображения. И после этого вы нажимаете кнопку, происходит выгрузка, и вся задача идет в очередь. То есть вы нажали, если у вас какой-то очень большой файл, которым 10 тысяч предметов, это можно делать на ночь, то есть нажали, с утра пришли, и у вас список готов, он закачался в ваш планшет. Дальше вы взяли планшет и пошли уже работать. То есть вот это как раз уже экран планшета. Вы запускаете приложение, которое там установлено, и вас просят ввести ваш логин, пароль, которым вы заходите, собственно, в комиссию. Вы видите тот документ, который база вам сформировала. Нажимаете кнопочку «Перейти к проверке», и вот таким вот образом выгружается информация из базы. То есть набор полей, которые вы выгружаете из комиссы, разный, он настраивается, и мы как бы в данном случае танцуем от того, какая задача перед вами стоит. Если это реставрационный осмотр, если это выставочная какая-то деятельность, и вам в данном случае не важно, например, какая информация о предмете написана в КП, какая в инвентаре. То есть вы, например, смотрите, просто проставляете признак наличия, проверяете сохранность. Значит, мы можем брать три поля. И тогда вполне возможно, что с этой выгрузкой вам будет комфортно работать и с экрана смартфона. Если вы хотите сверять и с учетной документацией, набор полей больше, то тогда, конечно, из планшета будет работать удобно. Можно и так, и так, как вам больше нравится. Слева экран работы, главный вид, и справа вы можете проставлять собственно сверочные отметки. И также здесь можно искать предмет по номеру, по КП или по инвентарному. Вот. Второй уже, видите, экранчик. Это те изображения, которые у вас выкачались. Сюда выкачиваются все изображения из карточки предмета. Точно так же пролистываются. И если вы заказывали сканы, они тоже здесь. Пожалуйста, можно посмотреть, как это выглядит. И тоже так же сразу экран простановки отметок тоже здесь. Можно сразу все отметки проставить. Какая у вас еще есть возможность? Помимо вот этого экрана отметок, у вас у каждого предмета есть текстовое поле. Если вы видите, что вам нужно что-то отметить, если у вас есть расхождение с учетной документацией, вы можете прямо здесь с планшета какой-то свой комментарий предмету приписать. То, что я вам говорила, если вы считаете, что вам нужно добавить, что нужного вам изображения нет, вы пролистали все, то вы можете здесь же перейти в режим съемки и какой-то фрагмент сфотографировать, и он у вас добавится автоматически в вашу базу данных. Если вы сверяли, и вдруг у вас обнаружен предмет, который в ваш список не попал, вот вы идете там по шкафу или по витрине, списка, топографический список вы выгрузили, обнаружили предмет, который в эту топографию у вас не попал, вы можете здесь по номеру, по учетному его добавить и в ваш список внести. После того, как вы отработали, вы нажимаете кнопку «Закончить» и выгрузить в Комисс. У вас список формируется, сохраняется, и дальше ваш планшет или ваш мобильный телефон ждет, когда он вернется обратно в Wi-Fi музея, чтобы синхронизировать все данные. И вот ваши данные из планшета в том же вашем списке, вот те примечания или те расхождения, которые вы отметили, вот они вы видите здесь, все галочки, все отметки, которые вы проставили, вы также видите здесь, и если вы обнаружили какие-то предметы, которые вы носили, они не добавляются в тот ваш список, они выносятся на отдельную закладку, чтобы вы могли с ними разобраться и отработать, откуда они взялись и почему они здесь появились. И что еще очень удобно, если вы делали какой-то большой список, вот вы сегодня, например, не успели его отработать, вот у вас, допустим, 500 предметов, галка сверен, у вас, например, только получили 150 сегодня, все, вас сегодня вызвали, вы сегодня не успели, вам нужно бежать. Вы в этом же списке можете создать новый список из тех карточек, которые вы еще не отработали, чтобы потом продолжить свою работу, не надо опять подбирать, не надо этого делать, просто система вам создаст новый список, с которым вы можете продолжать свои труды. Вот здесь такая есть кнопочка, очень удобная штука для всех, кто боится создавать списки на весь фонд, боясь, что он что-нибудь пропустит, потеряет или какой-то предмет не учтет. Вопросы есть? Спасибо. Нужен такой модуль? Скажите, нужен такой модуль? Нам тоже кажется, что нужен, потому что он, еще имейте в виду, он апробирован в Русском музее и Эрмитаже. Они были заказчиками, они поставили задачу, каждый работает по-своему, Русский музей очень подробно, с подробными описаниями и тщательно выверяет все, а Эрмитаж сразу тысячами и десятками тысяч сделает проверку, у него всего две галочки проверки, только наличие фактически, то есть каждый работает своей технологией и этот модуль как раз развивается, они собираются заказывать дополнительное развитие этих модулей, то есть мы, в общем, нам кажется, что это весьма удобный и полезный инструмент, и в общем, Комисс движется к этим мобильным приложениям, вот маркировка, мобильная сверка, мы постепенно будем наращивать функционал, который нужен на выходе, может быть, соединим это все в одно большое такое вот приложение, полностью Комисс, нет смысла переносить на мобильное устройство, там нечего делать с обводом карточек, а вот такие функции нам кажутся полезными. Спасибо, я... Хорошо, коллеги, давайте мы двинемся дальше, у нас времени получилось так, ушло несколько больше на вопросы, да? Ну, давайте... На вопросы ушло больше, чем мы предполагали, поэтому мы сейчас цепь, ноты, я постараюсь свои последние два выступления сжать и тезисно все-таки по ним пробежаться. Новые возможности коллекции онлайн, собственно, что такое коллекция онлайн, вы знаете, то, что она используется уже во многих музеях, и в ней очень много экспонатов, это, в общем, тоже уже не новость, появились многоязыкие версии, это на двух и даже на трех языках, это тоже нас радует. Значит, ну вот у нас лидеры, ГИМ, миллион восемьсот, Эрмитаж, почти семьсот, Новгородский музей, двести шестьдесят пять, цифры все время растут. Вот следующие, мы их выстроили, проранжировали, свежий, Маша Список, вы на тринадцатом месте. Вот, ну, примерно показал процент, порядка десяти процентов прироста с сентября прошлого года, когда мы делали этот подсчет, что тоже радует, цифры растут, значит, музеи выкладывают то, что не может сделать госкаталог. Мы считаем, что наша система поиска эффективная, удобная и позволяет музею выкладывать как раз информацию подробную, пригодную для научной работы. Вот, региональные коллекции тоже есть, видите, они тоже постепенно подрастают. Значит, ну, и даже есть коллекция аудиозаписей Обско-Угорского института, она, это целенаправленная база данных и коллекция онлайн именно по аудиофольклору. Это очень важно и для специалистов, конечно, очень удобно, что они теперь в интернете выложены, вот, сколько тут, 3700 этих аудиозаписей, которые можно видеть. Ну, собственно, приложение развивается за счет заказов от отдельных музеев, такое бывает на развитии, и в этот раз как раз именно это и произошло, потому что, ну, есть еще сбор анализ заявок, ну, и всякие требования. Вот, собственно говоря, эти факторы сработали сейчас, и я сейчас пробегусь, покажу, что нового мы сделали и поясню, значит, за чей счет. Ну, вот, поддержка иерархических справочников, это давно нас просили, мы давно собирались, но пока государственный исторический музей нам не заказал, мы так и не собрались, но попутно сделали уже выбор нескольких значений. Ну, собственно, вот появилась иерархия, иерархия может быть в любом справочнике, это могут быть и те, у кого иерархические фонды коллекции, можно теперь по ним искать, как по иерархии, причем можно искать не по одному значению, а галочками помечая несколько значений, что тоже очень удобно. И это теперь относится к любому иерархическому справочнику, будь ли то география, тематический рубрикатор, все это доступно уже в новой версии коллекции онлайн. Появились по заказу ГИМа возможности более точного поиска с плюсиками, минусиками, двойными кавычками, кто знает, кто пользуется в Яндекс этими возможностями, чтобы слово это было обязательно и точно оно, чтобы этого слова ни в коем случае не было и точная фраза. Это бывает нужно, когда очень много шума в выборке, ее надо резко ограничить. Нет времени показывать примеры. Вынуждены были сделать новые видеохостинги. Раньше все пользовались только YouTube, а теперь тут же есть и Routube, и ВКонтакте, и Яндекс.Дзен. Тоже теперь есть возможность видео выкладывать и подключать с этих видеохостингов. Это делается специфичным образом. Поясним тем, кто будет этим пользоваться. Немножко сложнее, чем просто ссылку скопировать. Но это все возможно в рамках интерфейсов самих этих видеохостингов. Появился ассоциативный поиск, который когда-то давно мы реализовали еще на рыбинском сайте. Потом он был на первой версии коллекции урожейной палаты в онлайне. Потом на некоторое время пропал. Это возможность прямо в карточке предмета зафиксировать какое-то значение и потом отобрать все с этим значением. Скажем, вы видите у вас дуб, нажимаете на дуб и отбираете все, что сделано из дуба. Получаете некую выборку, в ней открываете карточку, там видите какую-то следующую ссылку, нажимаете, получаете следующий выбор. То есть у вас получается такой ассоциативный поиск, где вы переходите по значению признака. Вот эта возможность тоже появилась, ее можно придавать любым справочным значениям. Вот по персоналии, можно всех художников в справочнике персоналии быстро отобрать. И то, чтобы этой возможности не было, но вот она появилась. Новая возможность входа в фонд, как в иерархии, не буду сейчас про это рассказывать, зайдите на сайт ГИМа, вы увидите сами раздел отделы, как он работает. Ну, собственно говоря, это все появилось во многом благодаря действительно вкладу одного крупного музея. Спасибо ему, ибо то, что сделано для одного, если это типовая коллекция онлайн, то остается всем. Ну, следующее, мы хотим двигаться в сторону статей лонгридов. Опять же, нет времени про это рассказывать, но те, кто этим пользуется, знают. Мы хотим делать более нелинейный текст, а текст со вставками видео, картинок, галереек и так далее, чтобы можно было целой статьи тоже коллекцию онлайн присоединяем. Это примеры сайта Эрмитажная Академия таких лонгридов. Ну, вот, собственно говоря, можно следующую презентацию. Я пробежался по новинкам коллекции онлайн. Они появятся уже у тех, у кого будет устанавливаться новая версия коллекции онлайн, как потенциальная возможность, а вы теперь, зная об этом, можете попросить своих сопровождающих эти возможности задействовать в тех коллекциях онлайн, что у вас работает. Это прелесть тех, у кого есть договоры на сопровождение. ну, и теперь я постараюсь чуть-чуть, извините, я, если позволите, на пять минут не больше вас задержу, быстро пробегу с типовой музейный сайт Комисс, и на этом мы сегодня закончим. Значит, собственно говоря, опять же, это рассказ, ну, вот это как раз, в отличие от всего, что было рассказано до того, рассказ о том, чего еще нет, но скоро будет. Значит, ну, зачем нужен музею сайт, это, наверное, это при наличии социальных сетей и так понятно, проблема с сайтом обычно сделать его хорошим и надежного разработчика найти, специалиста для заполнения, еще разместить в надежном месте, регулярно архивировать, а через несколько, сколько-то лет снова этот весь цикл повторять. Вот, учитывая эти ваши проблемы, мы решили, что все-таки, вот, нужно помочь вам сделать хороший музейный сайт, что, ну, собственное название, хорошо, значит, хорошо, быстро и недорого. Что такое хорошо? Ориентирован на пользователя, соответствует требованиям нормативных актов, удобный, быстрый, работающий на всех устройствах, интегрированный с коллекцией, легко модифицируемый, просто обслуживаемый, ну, просто идеальный. Но еще и чтобы простая была система управления сайтом, да еще, чтобы его за вас разместили и следили за этим. Кто бы мог это сделать? Вот. Ну, собственно, вот и мы и подумали, что кому, как не нам. Поэтому мы решили, что комисс, это идеальная система управления сайтом, в нее можно вложить все, что нужно, в виде справочников комисс, и всю структуру меню, и весь контент легко в нем размещается, уже не говоря об изображениях, ссылках, обо всем прочем. И, кроме того, особенность комисс, который работает с коллекцией онлайн, он умеет отслеживать изменения, оперативно их публиковать. То есть он еще и сам следит и перепубликует. Поэтому, а в качестве средства, которое нужно, чтобы это все из комиссы выкачать и дальше быстро искать уже в интернете, используя тот же самое приложение, которое для коллекцией онлайн. Оно бэкэндом называется, оно все данные сайта получает и отдает информацию, куда, вот именно в тот, фронтенд, так называемый, с которым вы работаете, то, что вы видите в браузере, набор страниц. Вот, собственно, структура сайта из трех частей. Самое, оказывается, вот чего не было, это третья часть. И этот фронтенд, он сейчас есть, только он есть для сайтов, которые сделаны по исключительным заказам. И вот типовой музейный сайт, который мы делаем сейчас, делаем на примере Мурманского кровеческого музея. Спасибо заказчику, что он поверил в нас, что мы его сделаем. И он, прежде всего, конечно, разработан с учетом специфики структур именно музейных сайтов, соответствует требованиям КРФ, и в него заложена возможность использовать комиссию как конструктор, чтобы в сайте было максимальное количество универсальных страниц, которые можно компонировать, чтобы он был адаптивный, чтобы был режим для слабовидящих, как требуют, версия на другом языке. Ну, и так как это все будет сделано в комиссии, то как-то комиссию его можно быстро настроить и вам установить. И дальше уже в процессе работы его нужно доводить до ума. А за нами помощь нашей службы техподдержки, известная вам, и хранение, архивирование данных происходит вместе с комиссией. Сайт уже ничего не хранит там в интернете. Все данные лежат у вас в комиссии. Ну, и, соответственно, мы на себя еще берем и хостинг теперь в Яндекс.Облаке комиссии. То есть все ваши заботы в данном случае берем на себя. Ну, тут основные страницы, которые сайт будет включать. Поверьте, все, что нужно, здесь есть и календарь событий, и новости, и если несколько у вас филиалов или площадок, то и про музеи. Ну, а главное, универсальная страница, из которой все это можно сделать. Вот, я могу показать, как это будет просто на примере сайта любимого Новгородского музея-заповедника, наше последнее любимое изделие, нам кажется, вместе с музеем, что оно получилось. И, в общем, тут, конечно, эксклюзивный дизайн. Вот этого у вас не будет. Он будет типовым, но с возможностью настроить цвет и встроить свой логотип, как коллекция онлайн. Но сама компоновка, конечно, не будет тех изысков, которые там в компоновке сделаны. Это отдельный спецзакат. Но вот, по сути, это будет то же самое. Вот верхняя половина – это меню сайта. У меня нет указки, к сожалению. А нижняя половина – это то же самое в комиссии. Вот видите, левая колонечка меню. Задача сайта администрирования. Вот основные сущности, которые есть. Это меню сайта. И справа, вот оно уже раскрытое. Вот этот первый раздел меню, который на экране. Это виртуальные выставки, маршруты, музейные объекты, то есть новости. Это отдельные справочники комиссии. То, что в них ведется сразу на двух языках, если вам это нужно. А структуры меню может быть две. Одна для русской версии, другая для английской. Это мы учили и поняли, что они не повторяют друг друга зачастую. Ну и, собственно говоря, вот эта универсальная главная страница, которая компонуется вот из отдельных полосок. Вот это полоски и блоки. Вы видите слева полоску, а стрелочка ведет. Это вот она в комиссии, эта полосочка. Вот там пушкинская карта, там в музее события и правила. Вот это все строчечки в табличке. Каждая строчка таблички открывается в отдельную маленькую карточку комиссии разной структуры. Все это вот так вот заполняется, если нужно, меняется местами порядок. И вы получаете вот это. Конструктор, который говорит, а какие в результате могут получиться разные блоки. Тут и карточка музея, и галерея медиа-объектов, и отдельный аудиоблог, и новости. Это все разные кирпичики, из которых вы можете любую страницу собирать. Хотите, в любую страницу вставьте список предметов, хотите список новостей. Все это легко компонуется и вставляется. Вот это и будет в этом типовом сайте. И работа над типовым проектом, собственно, получается простая эта анкета. Мы понимаем, что вам нужно. Вы назначаете ответственное лицо. И вместе мы вам высылаем задание. Вы сразу можете начинать готовить контент к сайту. А мы в это время его скопируем из прототипа, под вашей анкете настроим, у вас установим, и вы свой контент уже сможете начать туда вкладывать и сразу видеть результат. Соответственно, мы вас учим, как это делается, и оказываем вам консультативную помощь. Плюс вы получаете регулярное обновление ПО и новый функционал, который будет приходить по мере того, как другие тоже что-то туда вкладывают и меняют. Ну, я не буду говорить сейчас про индивидуальный проект. Понятно, что кто хочет, может заказать. Дорого и красиво. Это всегда возможно, это более сложно, но мы это тоже умеем делать. И вместе с Новгородом как раз отработали большую сложную схему еще и в условиях пандемии, дистанционной разработки. Об этом замечательно рассказывал сап-директор Новгородского музея на прошлом одежде. Ну, собственно говоря, плюс этого всего того, что и заботы все ваши на нас, и контент весь лежит в базе, может дальше использоваться. И если придется менять интерфейс, так поменяется только интерфейс, а конструктор-то весь и данные остаются. Не надо их перелопачивать и тащить с места на место. Ну, вот, собственно говоря, вот призываю вас к тому, чтобы задуматься и вот этот типовой музейный сайт использовать в своей работе для того, чтобы мы на нем сделали для вас ваш личный индивидуальный сайт вашего музея. Спасибо. Мы в свое время израсходовали вопросы уже в кулуарах. И на Камис-пикнике мы полностью в вашем распоряжении. Да, спасибо, Маша, за напоминание. Мы вас ждем во Фриландских воротах в 19 часов. Ну, отсюда даже пешком туда 20 минут. Но кто на карте, можете найти, где это и как, приходите, продолжим наше общение в традиционном уже формате Камис-пикника. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз. Так, а надо остановить сейчас запись, да? Продолжение следует...